А тебе что принес тут еще? После просмотра фильма Рэмбо, наш коллега по съемкам попросил сделать такой же нож. И мы тут же приступили к его созданию. Сам клинок мы сделаем из нержавеющей стали. Выбрали мы этот металл по двум причинам. Во-первых, этот металл крайне сложно подвергается ржавчине. А во-вторых, если его правильно обработать и отполировать, блеск будет как от зеркала. Итак, предварительно мы нарисовали нож на бумаге, а затем перенесли размеры на металл. Далее нам нужно из заготовки с помощью болгарки вырезать клинок. Старайтесь заготовку изначально брать по размеру клинка, чтобы при обработке как можно меньше срезать металла. Также смотрите, чтобы на металле как можно меньше было раковин. После того, как мы вырезали основную форму клинка, нужно разметить кромку по всему периметру шириной 3 мм. С помощью листового круга создаем кромку, так как показано на видео. Главное в этом деле это сохранять один угол болгарки, чтобы кромка не была закругленной. Такой процесс обычно делают на станке. Называется он гриндер. Ну а поскольку гриндера у нас нет, будем справляться с помощью болгарки. На ноже у Рэмбо сверху были небольшие зубья. Делают их в большинстве случаев для нанесения большего урона противнику. Если вы увидите такие зубья, то знайте, такой нож явно не для хозяйственных нужд. Зубья пропилием под углом, диском по металлу, толщина которого 3 мм. Форма ножа готова, кромка выведена, а зубья пропилены. Теперь можно приступить к зачистке от ржавчины и мелких раковин. С тупой стороны ножа нужно срезать излишек металла, чтобы в дальнейшем можно было соединить клинок и рукоять. Ограничитель или крестовина, как ее еще называют, мы будем делать из двух частей. В одной из частей делаем пропил. На половину толщины клинка. Со второй частью ограничителя делаем точно такой же пропил. Выставляем по зазорам заготовку и провариваем сварочным аппаратом с обеих сторон. Стачиваем излишек сварки и примеряем на клинок. Затем обрезаем по размеру и придаем овальную форму. Крепление рукояти будет немного нестандартным. Мы взяли болт на 8 и сделали в нем пропил, так как показано на видео. Толщина пропила должна быть такая, чтобы туда можно было вставить клинок. Теперь просверливаем болт вместе с ножом. На первый взгляд, крепление рукоятки с клинком весьма сложно, но это только на первый взгляд. Суть крепления заключается в том, чтобы зафиксировать нож в рукояти с помощью болтов, которые вкручиваются в ручку. Выглядит это приблизительно так. Вкручиваем нож в рукоять, а затем фиксируем болтами в ручке. Болты в дальнейшем срезаются. Для комфортности держания ножа и эстетики, ручку можно обмотать веревкой, предварительно зафиксировав один конец. По фильму у Рэмбо в рукояти ножа был небольшой компас. Мы также разместили небольшой компас в заглушке ручки ножа. Помните, мы в начале видео говорили, что если правильно обработать эту сталь, то она будет блестеть как зеркало. Сейчас мы вам это покажем. С помощью пасты Гоя доводим нож до зеркальности. Вот такой прикольный блестящий нож Рэмбо у нас получился. Мы немало времени потратили на данный ролик. И нам будет очень приятно, если вы поставите лайк и подпишитесь на канал. Ну а на этом у нас все. Всем удачи, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok